С каждым годом информационные технологии все глубже проникают в нашу жизнь, постепенно меняя ее до неузнаваемости. О том, какие возможности это открывает в сфере технического образования и чего не хватает современным школьникам, нам рассказал руководитель проекта Облачная школа инженерного образования Геннадий Насыров. Геннадий Федорович, давайте начнем разговор с того, что такое Облачная школа инженерного образования, что это за проект и как вы стали его частью. Получилось вот как. Я познакомился с моим одним молодым другом, Додином Андреем Алексеевичем, и мы с ним сделали проект для президентского гранта. И надо было придумать определенное лицо, которое занимается занятиями. Дело в том, что я уже лет восемь занимаюсь в облаке с детьми, это репетиторство, по большей части индивидуально, по большей части это дети не из Сарова, а из разных городов страны. Я обучал и взрослых, то есть других репетиторов заниматься. Занимаюсь я по физике и математике, иногда программирование. И мои друзья, и студенты, и взрослые, кого эта технология заинтересовала, я их тоже обучил. Поэтому это такая группа учителей, все репетируют. И как-то само собой получилось, что мы решили обозваться, что это такой лейбл, что это Облачная школа инженерного образования. Облачная, потому что привлекаются из облака разные ресурсы для обучения. А занятие происходит дистанционно. Геннадий Федорович, а как проходят занятия? Я понимаю, что это не совсем обычный урок. Чем он отличается от того, с чем дети имеют дело в школе? С чем наше поколение имело дело в школе на тех же уроках физики, математики, химии и других точных дисциплинах? Вы знаете, вначале я даже не мог долго понять, в чем разница. То есть чувствуешь эту разницу, но ее до конца не можешь определить, потому что все схоже. То есть ты чувствуешь просто, значит, занятие происходит, ты видишь тетрадь ученика, ты видишь, как он пишет. Как будто ты стоишь возле парты и смотришь, как он пишет. Ты можешь написать на своей тетради, он тут же смотрит, как ты написал. Он может скопировать, может перерисовать все, что хочешь сделать. Спрашивается, а в чем же потом разница оказалась? А разница оказалась в том, что ты можешь привлекать вот эти вот численные методы. Численные методы расчета задач. Оказывается, их масса наплодилась в виртуальной лаборатории. Значит, разные расчетные графические методы. Я в основном использую вот такие программы. Их учителя тоже имеют на своих компьютерах, но никто не использует. В основном не использует на обучении. А для меня это просто жизненно необходимо. Это вот геогебра. А что это такое? Геогебра – это такой бесплатный пакет программ, подаренный как бы всему миру, чтобы учителя математики и физики могли его использовать при обучении. То есть любую тему вплоть до третьего курса института, начиная со второго класса, там можно оживить, можно построить графики. Она в основном построена для того, чтобы графические решения задач показывать, анализировать функции. Если вы математик, вы понимаете, о чем я говорю. Если нет, со школы не помните, то всегда строится какой-то график для описания задачи. Но там оказалось больше. Вы можете построить маленькую лабораторию, чтобы показать, как там тело в воде плавает, как двигаются автомобили навстречу друг другу, как они встречаются. И ребенок сам это все делает. И таким образом нужно научиться, в отличие от обычного, нужно научиться, это будет большая польза, работать вместе с этим роботом. И в результате задача становится гораздо более глубоко исследована. Геннадий Федорович, я правильно понимаю, что основной акцент в облачной школе инженерного образования идет на личном, персональном творчестве самих ребят, которые, получая наборы, собирают конкретно работающие изделия. И вот в ходе этой работы, применяя знания, они их и закрепляют. Значит, здесь это вот потом пришло вторая половина этого занятия. Это я вам рассказал теоретическую часть. Но ясно вам скажут так, что вот вы в облаке-то занимаетесь, а где практика, где руками заниматься? И вот тут сразу встал вопрос, а как создавать, чтобы дома у ребенка была своя домашняя лаборатория? И мы тут обратились к тому, что вначале начали делать экспериментариумы. Это был у нас первый президентский грант. Но современные дети, они как бы специализированные эксперименты не очень любят. То есть интересно, но не так. Ну, какие-то рычаги, какой-то закон абстрактный Архимеда. А оказалось, что очень хорошо, если какие-то инженерные научные игрушки, где там зашиты все эти физические опыты. Но это игрушка при этом. Но это игрушка при этом. При этом интересно ее собрать, чтобы она работала. А потом уже начинаешь думать и чесать голову, а как же она действительно работает? Что это вот, как бы, значит, почему она такая? Геннадий Петрович, а это просто как лего? То есть у тебя набор деталей и строгая руководство? Нет. Нет? Нет. Значит, по крайней мере, дети это так не воспринимают. Значит, это похоже на конструктор, потому что нужно было проработать. Но ты выдаешь как бы совсем сырой материал. Его надо, полиэтилен надо разрезать, дырки, где хочешь там промерить, просверлить или проделать. То есть это полуфабрикат такой, ну, пользуясь кулинарными терминами. Это даже хуже. Это такой интеллектуальный мусор. То есть, понимаете, бутылка, значит, какие-то обрезки дерева, да, значит. Но они, правда, все более-менее похожи. Они все одинаковые. То есть вот эта сложность, что у всех набор вот этого мусора интеллектуального, он одинаковый. Потом мы изобрели, что можно сделать так, чтобы руками собирать разные схемы. Поэтому началось еще ответвление электроники. Кроме механики, механических игрушек, еще и электронные. Потом их начали совмещать, то есть, чтобы управлялись электронно и так далее. Вообще говоря, видно, что там уходит далеко. То есть вы в Ардуин, когда заходите уже, то есть вот в эту область, да, то они становятся программируемые. И вы можете делать целые комплексы разных этих игрушек. Мы просто не придумали, как это организационно сделать, чтобы это было через интернет интересно. А так сейчас пытаемся просто, чтобы все дети в классе собрали эти игрушки, чтобы домой принесли. И дома у них началось вот это строительство своей маленькой домашней мастерской. Причем даже сборка одной игрушки в жизни, оно потом оставляет довольно большое впечатление. То есть человек ее запоминает на всю жизнь. Это мы тоже убедились, но это было и у нас. Наши родители строили с нами кораблики, которые я тоже помню на всю жизнь. А я вот только хотел спросить, можно сравнить такие проекты, как Ошева, современные, с той же станцией юных техников, которые с советских времен по всей стране активно работали и развивались? Значит, там как-то было, ну, может быть, это в мелочах, но я не очень могу сказать, почему вот в них зарыто в этих мелочах какое-то зерно, что есть сейчас и чего не было там. Во-первых, нужно обязательно, чтобы ребенок забрал готовую рабочую игрушку уже домой к себе. Иначе, если он будет долго делать, интерес пропадает. Поэтому у нас формат такой, чтобы он за один урок собрал эту игрушку. Во-вторых, нужно, чтобы это было массово, то есть, чтобы весь класс, каждый себе делал эту игрушку. У него получатся разные игрушки, каждый по-разному отрезает, кроит и так далее. Кто-то халатный, у него плохо получится, кто-то очень аккуратный, у того получится хорошо. И в-третьих, нужно, чтобы их было много, потому что пока вы в Доме пионеров, ну, вы сделаете там 2-3 игрушки, 2-3 самолета. Ну, вот я ходил в Доме пионеров, я делал осциллограф целый год, так его и не доделал. Ну, вот, но, тем не менее, не запомнил, что я его делал, чего я краил и как делал. Вот, но вот чувство, что так у меня он и не получился, оно осталось. Сейчас электроника позволяет делать уже, значит, довольно сложные вещи и довольно быстро, пусть даже оставив за кадром отдельные блоки, но вы входите в этот мир. Вот меня сейчас пионерлагерь приглашал на осенние, значит, вот эту, на осенние каникулы, вот я только-только приехал, там было 200 детей, нужно, чтобы все 200 собрали игрушки. Там был такой случай, когда девочка одна, взяв этот конструктор, сразу начала плакать, семиклассница. Говорила, что никогда в жизни у нее ничего не получалось. Вот, и пришлось ее успокаивать, говорить, ну, ты же так не решишь, плачет, да, ты давай попробуй, соберись, и сейчас попробуем собрать, у всех получает, значит, и у тебя должно получиться. Это одаренные были дети или самые обычные? Это самая обычная школа, Нижегородская. Просто они, вот, знают, что мы эти игрушки, они пригласили нас. Вот, и это было для нее потрясение, когда она собрала вот этот вот звуковой цветомузыку для сотого телефона. Вот, она вдруг заработала, и можно было как бы в такт музыки сотого телефона, значит, чтобы вот эта гирляндочка, значит, звонила, и все это сделается за 45 минут. И у тебя в голове, я могу, у меня получилось. Да, вот это самое главное. И они все говорили, так мы теперь поняли, как вообще происходит сборка схемы. Там, причем дети-то были и пятый класс, и девятый, то есть пятый, седьмой, восьмой, девятый классы были. Для всех это было, как бы, значит, потрясение, когда это все работает. Понимаете, то есть мы добивались до того, что, значит, вот у каждого работает. Иногда бывает какая-то деталь бракованная, там один-два человека из двухсот было, с кем мы сидели долго, искали ошибку. Вот, но это единицы уже, и у всех, в конце концов, заработало. Геннадий Федорович, а вы когда задумывали проект, вы именно такого результата ждали, или он вас по-хорошему удивил? Я, когда увидел, какой размах это в мире имеет, я уже представлял, что я нахожусь, значит, среди догоняющих. Потому что я обратил внимание, значит, что вначале я выбирал какие-то игрушки, кто сделал уже из людей, любителей. Это называется DIY-игрушка, да, значит, do it yourself, да, do it yourself. Вот, я вначале выбирал, который мне нравится, я забил весь компьютер этими игрушками. Я тогда начал выбирать библиотеками, то есть, как бы, у каждого есть любителя, своя библиотека. Вот я его библиотеку сохраняю, и там уж найду что-нибудь, я думал. Через некоторое время я забил библиотеками весь компьютер. Я начал тогда целыми группами библиотек по темам. И когда у меня уже компьютер начал забиваться, когда я группа, я понял, что это бесполезно. То есть, какая-то простая лампочка, это тысячи и тысячи разных вариантов настольных ламп, как можно собрать ее для того, чтобы, значит, она удивила всех людей. Вот здесь было потрясение. И я когда понял, что человек, ну вот он раз в неделю бы в школе собирал игрушку, которая, безусловно, полезна, да, всего 33 недели человек обучается. 33 игрушки за год, за 10 лет он соберет всего 300 игрушек. А вы на одной странице видите полторы тысячи игрушек у любого DIY, как говорится, там, творца, что называется. Причем это тысячи и тысячи методов. То есть, тут нужно как какой-то вот еще предстоит понять, как это лучше делать. Вот. Причем ясно, что это должно рука об руку идти с программированием. То есть, это не просто ты собрал игрушку, а когда человек становится старше, нужно, чтобы она управлялась. Вполне возможно, нужно делать какие-то упрощенные детские роботизированные комплексы. Я повторяю, ваш профессионализм будет зависеть от того, сколько вы роботов имеете у себя за пазухой для того, чтобы, значит, начать работать. И вы, когда приходите на работу, говорите, да, я знаю, я, вот многие думают, что это надо писать там на джаве, на джаваскрипте, там, на других языках каких-то там, да, скажем, на C-шарп и так далее. Вот уже дело не в этом, а вот именно в готовых вот этих роботов, которые вам позволяют потом, значит, быстро профессионализироваться вот в данной какой-то тематике. Понимаете? То есть, вы, значит, моментально подключаете для расчетов, значит, ну, пакеты, я не знаю, известные, которые в России проходят, это там Маткады, значит, Матлабы, вот. Ну, это тот мизер, который как бы всем известен, да. Но для школьников их десятки и десятки. Вот вы видите, геогебру вы не встречались. Вы знаете, вот вы сейчас рассказываете, да. Не встречались. Каждый университет американский, ну, не каждый, ну, в общем, как бы есть ряд университетов, которые предлагают виртуальные лаборатории, где тысячи учителей работают и свои игрушки предлагают лабораторные. Ты просто приходишь туда бесплатно и делаешь все школьные опыты, которые там есть. Такие сетевые образовательные технологии. Да, 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 да. И это тоже, я их называю роботами, потому что они все роботизированы. То есть, они все тебе помогают сделать, они тебе помогают разобраться во всей сложности любой науки. Геннадий Федорович, как вы считаете, вот то, о чем мы сейчас говорим, все эти технологии, это революция в образовании или просто один шаг вперед? Нет, это явно революция в образовании. И вот почему у меня ученики в основном из других городов. Потому что консерватизм в образовании очень силен, и он может быть правильный. И у меня нет силы кого-то убеждать, что вот эта технология, она вас ведет в новый мир, и ваш ребенок, закончив школу, значит, он попадет в тот мир, где он будет дистанционно все равно заниматься, работать с людьми. Он будет сотрудничать с этими роботами. И чем раньше он начнет это делать, тем вот это лучше. Он сразу просто будет в другом мире жить. А так он, придя в институт, увидит, что половина детей из этого нового мира уже лучше и вовсе соображают и делают. Вот, кстати, да, Геннадий Федорович, извиняюсь, перебью, времени остается не так много. Почти личный вопрос. Я учился в статусном третьем лицее, ну, как сейчас мы называем эти школы. Мой родной брат, выпускник мехмата МГУ. Я в точных науках, ну, просто, ну, дуб. Вот, могу постучать, наверное, даже какое-то эхо пойдет. Вот вы, как человек, который много лет преподает, у вас богатейший опыт. Как вы считаете, с чем это связано? Это кому-то наука, кому-то нет? Какая-то элитарность, наследственность, генетика? Что это? Нет, вот у меня полное ощущение, что сейчас, значит, вот что-то внутри, вот как бы совершенствовали-совершенствовали образование. Делали-делали его более аккуратным, там, регламентированным, значит, вводили разные, как бы, стандарты и так далее. И незаметно вдруг что-то выкинули. Выкинули, причем, что-то важное. Такое, что дети стали плохо учиться. То есть, меня это заволновало, почему я стал с маленькими детьми заниматься, так же увлеченно, как и с детьми старших классов и со студентами. Потому что я понял, что я некоторых детей уже в девятом классе, в десятом, я не могу их ничему научить. Они пропустили что-то очень важное. Когда ребенок не может в десятом классе делить на два или на десять, когда он не может понять сути предложения, вот их пять предложений, задача формулируется, там, два-три предложения, но иногда пять, но он не может прочесть и сообразить, о чем идет речь. И это все в старшем классе, в старших классах. Я понимаю, что где-то системная была, причем ребенок не больной какой-то, то есть, из культурной семьи, родители интеллигентные, и ходит он, и места какие-то занимает, и даже на робототехнику ходит. Но не умеет линейкой отмерить четыре сантиметра. К девятому классу сплошь до рядом такое. Серьезно? Ну, вот мы сейчас с этими детьми, которые занимались, в пятом классе приблизительно треть не может. Они никак не могут понять, откуда ноль отсчитывать. Понимаете? При всех тех возможностях, о которых мы только что говорили. Да, при тех, как школа сейчас учат. Она же ведь много рабочих тетрадей, наглядные пособия, масса денег, просторные классы, вечера, утренники и так далее. Самое трудное, это пользоваться линейкой и сделать раскрой любой коробочки, или просто отмерить поля. Понимаете? Как ты не бьешься, половина сделает кривые. Никак они не могут это провести. Вот это проблема. Значит, что-то мы выкинули. И вот я долго думал, что же какое коренное это? Что могло было выкинуть? Так вот выкинули топики. Выкинули как раз устный счет. Причем устный счет не просто, а именно умственный счет, когда ты должен представить в голове задачу и попробовать ее на вот этом научном языке, то есть на языке географа, если это география, на языке учителя английского, если это английский язык, на языке математики, если это математика, на языке физики, если это физика. То есть вот описать и решить в голове, как ты решаешь эту задачу. Мое ощущение было, когда я пришел после физтеха работать во ВНЕФ, сразу ощутил себя немножко недоученным. Почему? Потому что профессионал очень легко устно считает. То есть ты бьешься там неделю, решаешь какую-то задачу, ты приходишь, он говорит, слушай, у тебя неправильный ответ. Ты говоришь, а как же вы решили, да устно же, посмотри, вот там так-то, так-то, вот это так-то, так-то, а здесь вот смотри, вот термопара 40 микровольт на градус только выдает, а у тебя сколько получается. Ты как дурак стоишь, смотришь, ты целый месяц работал, или неделю там вычислял, а он тебе вдруг на пальцах моментально все раскрывает. Он знает этот язык, он легко им думает в голове. Так вот ребенку не дают этого языка, ему нечем думать, у него нет слов внутри. Он еще пока как вот животное, как собачка, которая не знает языка, ей нечем думать. Он может только сказать, я хочу кушать, хочу спать, хочу уйти домой. А ему надо, если он изучает географию, знать какие течения, какие океаны, где какие особенности, исторические возможности, какие там полезные ископаемые, чтобы это было естественно, для него это должна быть таблица умножения, чтобы он на этом мог рассуждать. Вплавить знания в ребенка, чтобы они стали частью него. Да, причем не надо глубоко, а именно какие-то основы, которые и создают фундамент. Вот этот фундамент, его выкинули. Ну, чтобы он понимал, там север, там юг, там запад. Да, и как это легко определить, и почему здесь вот так, а здесь ты будешь чувствовать себя вот так вот. И он, как минимум, не испугается, попавшую эту среду, стал большей задачей, которая нужна. Важно, чтобы он научился в голове рассуждать. А дальше он может уже с кем-то обсуждать эту проблему. Когда два географа начинают друг с другом обсуждать, это очень интересно смотреть. Или когда два историка начинают обсуждать историю данной местности, они знают какую-то таблицу умножения по этой истории, с помощью которой ты сидишь и смотришь, как дурак, потому что они знают тех людей, которые здесь родились, и которые творили эту историю. А ты этого ничего не знаешь. Забыл. Вот здесь всюду такая же ситуация. Вот поэтому эта таблица умножения Рачинского, умственный счет его, да, вот это и есть тот фундамент, собственно, который и лежит в основе изучения любого предмета. Вот это вот я, как бы, мое маленькое достижение, которое мне позволило открыть вот именно во время облачного преподавания. Дело в том, что там дети тяжело писать, надо писать мышкой, и они плохо пишут. И тогда я им говорю, а ты устно посчитай. И вдруг выяснилось, что это дает фантастический результат. Они начинают много считать устно, и вдруг начинают прогрессировать. И тут я открыл, что, значит, оказывается, это очень важный момент. То есть, это не просто так было открыто. А потом, вот я повторяю, что я встретился с учителями из МГУ, они говорят, да-ка, это вообще самое главное. Это, собственно, и есть база. И если ты ее тихонечко выкидываешь, ты потом это ничем не можешь заменить. Но изучение английского языка без топиков, ну, ты будешь, как говорится, значит, с помощью словаря быстро открывать его и читать. Это предложение, но знать язык ты не будешь. Это, знаете, что мне напомнило, есть такой термин мышечная память. Когда ты вот часто что-то делаешь, да, и у тебя уже, ну, руки сами движутся. Здесь, видимо, то же самое. Память не мышечная, а какая-то мышечная. Вы очень глубоко заглянули. Оказывается, изучение языка, это, скорее, не изучение, значит, наизусть языка, а это, скорее, физкультура. Потому что человек думает всеми мышцами своего лица, руками. Вы весь двигаетесь, когда думаете, и когда устно считаете, вы запоминаете движение всех своих мышц неосознанно. Поэтому, оказывается, обязательно, когда вы учите, нужно устно говорить, иначе вы не запомните движение мышц лица. Точно так же, когда вы учите устный счет, надо обязательно говорить с другим человеком. И тогда вы вдруг начинаете осознавать те проблемы, которые вы не понимаете. В общении как раз и создается вот это знание. А второе, нужно вот уже привлекать руки, когда вы еще при этом крутите, и вот эта игрушка получается, это вы погружаетесь в этот мир, в мир техники. То есть, вы не просто обсуждаете, а вы говорите, я сделаю это, смотри, сейчас поедет. Она не поехала, вы начинаете обсуждать, как она поедет, что надо вытянуть. А почему надо вытянуть? А вот расчеты такие. Вот это вот и есть образование. Друзья, на этом все. Время нашей передачи подошло к концу. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с руководителем проекта Облачная школа инженерного образования Геннадия Насырова. Геннадий Федорович, большое спасибо, что согласились прийти. Я надеюсь, в вашей работе будут одни успехи. До свидания. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»!